всем привет сегодня у нас расклад судьба твоих отношений и что ждет впереди и давайте мы с вами в долгий ящик откладывать расклад не будем сразу начнем перетасуем карты так это у нас карта первого варианта эта карта у нас второго варианта и эта карта у нас третьего варианта выбирайте свою карту и начинаем с первого варианта и так паш кубков у первого варианта и он нам говорит о том что твои отношения они войдут фазу когда все будет казаться новым и захватывающим и ожидай всплеска романтики и нежных чувств это знаешь это как первый поцелуй который заставляет сердце биться сильнее и вот ваши отношения они наполнятся свежими эмоциями которые будут приносить радость и ощущение новизны и вот смотрите мне кто-то написал у тебя все расклады хорошие ну не все десятка меча у нас тоже выпадала и я же не могу хорошую карту читать что все будет плохо что показывают карты то я и говорю продолжим но эта карта она также указывает на то что вы оба будете готовы открыться друг другу на более глубоком уровне и извиняюсь вы начнете а делиться своими сокровенными мыслями и мечтами и это позволит укрепить вашу связь паш кубков он и про искренность и эмоциональную честность которые будут играть ключевую роль в развитии ваших отношений и кроме того паш кубков он предвещает приятные сюрпризы и неожиданная радость извиняюсь и тебе нужно быть готовой к неожиданным признанием в любви к романтическим свиданиям или небольшим подарком которые покажут насколько вы важны друг для друга и эти моменты они создадут атмосферу волшебства и радости усиливая вот эту вашу привязанность друг другу понимаешь и паш кубков он также напоминает о важности легкости и игры в отношениях вот не забывай радоваться мелочам и находить время для веселья вместе совместные приключения и вот спонтанные поступки они помогут вам а чувствовать себя ближе и дарить друг другу счастье это будет время для творчества и вдохновения ваших отношений и вот в этот момент можно попробовать что-то новое и необычное и эта карта она также может указывать на начало нового этапа ваших отношений то есть вы на ступеньку выше встанете понимаешь вы вместе решите сделать важный шаг вперед и это может быть вот вместе жить начнете или там помолвка или даже возможно женитьба но брак я не люблю слово брак потому что это как будто забракован да женитьба извиняюсь и паш кубков вот символизирует начало того прекрасного что принесет вам много радости и удовлетворения понимаешь то есть а если резюмировать то ну вас впереди ждет совместное уже создание семьи с печатью или без неважно но это будет уже не просто отношения твои и его это уже будет как бы совместная жизнь понимаешь и соответственно это будет период период романтики искренности новых эмоциональных открытий и маленьких сюрпризов которые вы друг другу будете делать очень хороший вариант у первого варианта вот и вот не пугайся это боишься не бойся все будет хорошо и так далее это у нас был первый вариант а мы с вами перейдем ко второму варианту у двоечек тройка кубков и еще раз повторяю не говорите мне что у тебя все расклады хорош хорошая карта выпадает я ее читаю по хорошему плохая карта выпадает читаю по плохому ну тройка кубков она тут не про плохое она говорит что ваши отношения они будут наполнены радостью и счастьем вы будете проводить много времени вместе наслаждаться обществом друг друга и делать совместные дела потому что эта карта она про совместные моменты счастья поддержку близких и вот не могу же я ее плохо читать так ведь и и вас ждут будущее ваших отношений время праздников веселья когда вы сможете разделить свои радости и успехи друг с другом и будущее ваших отношений оно будет ярким и насыщенным и будет очень много счастливых моментов и положительных эмоций и сразу скажу но во всех отношениях бывают ругачки недомолвки и так далее но сама суть будущего ваших отношений вот такая вот хочешь ты этого или нет прими это счастье радуйся и нос не вороти эта карта она также говорит и показывает она важность поддержки и дружбы ваших отношений вы будете не только как сказать помягче то не то нет не просто любовниками да но и вы будете лучшими друзьями вот вы всегда будете готовы поддержать друг друга в трудные моменты приходить друг другу на выручку ты ему будешь когда ему будет тяжело в туалете потому что бумаги да рядом нету ты будешь ему приносить эту бумагу потому что он ее забыл поразит такой и вот ваши отношения они будут основываться на взаимопонимание и уважение и это создаст прочный фундамент для дальнейшего развития главное чтобы вы друг друга как сказать вы шли по этой дорожке которую я говорю понимаешь и извиняюсь и кроме того тройка кубков она предвещает совместные праздники и мероприятия это могут быть вечеринки какие-то да встречи с друзьями семейные праздники ну или даже важные события такие вот как свадьба помолвка а вот это вот все вы будете вдвоем окружены людьми которые поддерживают ваши отношения и радуются вашему счастью и вот эти мелкие и крупные моменты вот радости праздников да они укрепят вашу связь и сделают ее еще более крепкой и вот тройка кубков она также напоминает о важности радости и легкости в отношениях не забывайте находить время вот для совместных развлечений я сейчас объясню вот смотри что то для тебя незначительное например там вас исполнилось 77 дней с даты встречи да отпразднуй две семерки красиво же вот то есть мелкие такие на первый взгляд которые кажутся неважными ну даты праздники да праздники да празднуйте вот день взятия бастилии да например отпразднуйте так в любовь и голуби да помните день взятия бастилии в пустую прошел да а у вас он не должен проходить в пустую отпразднуйте там пятьдесят шестой день с даты вашего первого поцелу празднуйте радуйтесь не обязательно там накрывать дорогой большой стол да а вот возьми подари ему носки и скажи вот я тебе дарю носки потому что у нас сегодня пятьдесят шестой день после первого нашего поцелуя понимаешь и вот это вот кажется глупо но из этого строится ваше отношение понимаешь потому что вот смех и радость ваших отношениях они будут вашей путеводной звездой понимаешь это именно вот такие вот мелкие празднования они будут помогать преодолевать любые трудности укреплять вашу связь и вот ваши отношения будут как танец где вот каждый приносит радость и удовольствие двигаясь вот в такт понимаешь и кстати эта карта она также может указывать на расширение круга общения и вовлечение других людей в ваши отношения но это не треугольник а например как сказать семьями дружить будете да то есть вы встали встретите новых друзей или укрепите связи вот уже с уже существующими и вот ваша любовь вас двоих она будет вдохновлять окружающих создавая атмосферу тепла и дружбы вокруг вас не путай вот это вот треугольники шмеугольники и так далее это не для вас это вообще не ваше понимаешь давайте резюмируем двоечек в будущем ваших отношений радость счастье поддержка и поддержка ваших друзей радуйтесь каждому моменту празднуйте важные события не совсем важные события обязательно подавай ему туалетную бумагу если он забыл и там сидит на горшке и пусть ваши вот отношения они будут наполнены любовью дружбой взаимопониманием и вы таким образом создадите прочную основу для будущего счастья такой у нас был второй вариант а мы давайте с вами перейдем к третьему варианту у третьего варианта рыцарь шезлов и он говорит что в будущем ваши отношения будут полны энергии страсти это будет время быстрых перемен и новых начинаний понимаешь и вот ваши чувства они будут сильными и динамичными как ураган вот который несет в себе свежесть и силу тебе нужно ожидать волну эмоций и неожиданных событий которые добавят остроты вашу совместную жизнь вы будете ссориться но ваша ссора она больше будет походить на игру да вы будете ругаться возможно бить посуду но она не несет чего-то такого плохого то есть не несет предательство а несет что вы поругаетесь помиритесь да возможно очень хорошо помиритесь если вы понимаете о чем я говорю и эта карта она еще указывает вот на стремление к приключениям и активному образу жизни то есть ваше будущее отношений если вы над ними работать будете мои расклады только для умных людей готовых работать над собой над отношениями и так далее у меня я не ориентируюсь на людей которые сидят и говорит там все плохо все плохо я ориентируюсь на людей а то есть я резонирую людям которых добро в сердце если зло в сердце и у тебя все мужики как говорится козлы или если меня смотрит мужчина и у тебя все женщины плохие да то я не для вас я для тех кто готов работать над над отношениями для тех кто готов работать над своим счастьем понимаете ну наверно поэтому много людей отписываются когда у меня такие расклады так у нас рыцарь жезлов и вот вы вместе пойти по этой карте будете готовы к активному образу жизни вы будете готовы к новым вызовам к новым экспериментам и вы будете сделал делать все что поможет вам не заскучать да постоянно развиваться ваши отношения они слова вот забыл вот когда а дух авантюризма да помните из фильма у нас пропал дух авантюризм а вот у вас как раз отношения будут наполнены этим духом авантюризма то есть вы будете ездить в совместные путешествия возможно вы когда у вас появятся дети если у вас еще их нет да вы будете участвовать вот это вот и есть же мама папа я спортивная семья это вот вы именно вы это будущее ваших отношений то есть вы команда но вы команда не унылых какашечек вы активны вы возможно будете ездить вместе на рыбалку тебе ты скажешь мне не нравится рыбалка когда любишь человека то все нравится то чем человек занимается хотя бы уважение я не навязываю вам ездить на рыбалку но вам будет самой интересно понимаешь поэтому все унылые какашечки выкидываем и едем на рыбалку да и вот еще рыцарь жезлов он про решительность про готовность к действию и вы оба будете стремиться к достижению своих целей поддерживать друг друга в этом вы ваши отношения точнее да они будут динамичными мотивирующими извиняюсь они вы будете помогать друг другу двигаться вперед и расти как личность и это время когда вы сможете достичь многого вместе опираясь на вашу общую энергию и решимость вот знаете я вас сейчас опишу есть одна пара там муж и жена ну эти люди наверное сейчас меня смотрят да и они вдвоем жена и муж пошли в проживание аркан ну она пишет иногда отчеты по проживанию да а он нет но я знаю что они вдвоем проживают арканы вот очень интересно кстати пара и вот примерно вы вот такие вы в любую как говорится в любую в любой омут брат омут бросаетесь вместе вот это будущее ваших отношений ты сейчас мне напишешь ой а у меня это не так так сделай так вот она будущее ваших отношений сделал она вариативно будущее соответственно начни делать прекратите быть унылыми какашечками даже если ты сейчас смотришь не свой вариант и натягиваешь сову на глобус да но ты можешь сделать свои отношения такие как в любом из вариантов потому что будущее вариативно как ты хочешь построить отношения а их именно нужно строить само само ничего не рождается да понимаешь то есть если ты сидишь в отношениях ждешь что они у тебя станут лучше то сразу отвечу они лучше не станут если ты будешь сидеть и ничего не делать для того чтобы отношения были хорошими как минимум да для этого нужно что-то делать потому что многие плачут в комментариях в плане ой мне чего-то печально мне чего-то грустно потому что мужчина на меня не обращает внимание а вот я понимаю что есть мужики абьюзеры но тебе это тоже что-то нужно сделать понимаешь если мужик абьюзер нафиг его возьми себе возьми себе хорошего мужика и создай построй отношения отношения строят к отношениям идут вдвоем к идеалу если он не идет да ему по жопе ремню и скажи ну ка пошли строить отношения кстати для тех кто сейчас смотрит и они не в отношениях что вам мешает начать отношения вы мне очень часто пишите что я одиноко мне очень печально и так далее выйди на улицу возьми себе понравившегося мужика познакомься ты ж пират познакомься что мешает искать это не мое я стесняюсь а чего стесняться там мы живем один раз вот прости снялась ты всю свою жизнь а дальше что будешь грустить ты родилась вот запомните сейчас все мои слова ну все запомните мои слова сейчас чтобы 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 жизнь была счастливой нужно как минимум делать вид что ты счастливая потому что на наши мысли притягивается все если ты говоришь что у тебя все плохо ты одиноко никто тебя не любит и так далее то так и будет пока ты мыслишь негативно негатив только будет к тебе покажи мне хоть одного человека кто мыслил негативно и ему постоянно счастье шло оглянись вокруг посмотри только веселые люди притягивают позитив свою жизнь понимаешь вот это нужно понять и твоя жизнь наладится ох как я ушел то в сторону от расклада простите что-то я увлекся и начал кряхтеть мне тут кряхтелка затесалась в троечкам увлекся простите и эта карта она указывает вот на страстные эмоциональные моменты и о ваших отношениях будет очень много романтики и вот физическое проявление любви да понимаете о чем я и но это романтика не такая вот где цопельки розовые текут нет это будет например не такое я достану тебе звезду и будет у тебя звезда и облака посвящаю тебе и назову в твою честь звезду планету и так далее нет не такие романтические отношения у вас будет он тебе например там подарит полет на самолете да когда ты за рулем но в смысле вот истребители есть же такая услуга или там полет на воздушном шаре или романтическая вот на крыше небоскреба романтический ужин то есть такой вот активный не будет не будет такое я посвящу тебе стихи и подарю тебе звезду нет будет активная романтика понимаешь и вот ваши чувства они будут яркими и глубокими и тебе нужно как и ему да сделать более насыщен вот эту вашу связь они ну ваши отношения в будущем они будут наполнены искренними и сильными эмоциями которые добавят вот особую магию вашу жизнь да я еще раз повторюсь эмоциями эмоциональное у нас же рыцарь жезлов огненный то есть это не будет сидение за столом и задувание тортиков нет скорее всего из-за этого тортика чего-нибудь там шарик лопнет да он там кремом тортик намазал и шарик лопнет то есть будет эмоциональная связь эмоциональная романтика да понимаешь да резюмируем забыл чего хотел сказать с этими резюмируем ваше будущее совместное оно энергичное страстное и вас ждут приключения совместные достижения и яркие эмоции серый быт вот такой вот нудный серый быт это не будет про ваши отношения понимаешь и вам нужно наслаждаться каждым моментом вместе использовать эту энергию которая у вас опрет изо всех щелей на создание крепкой насыщенной любовной связи а не на то чтобы ты там пошла фитнес и все на тренажере спустила нет вам нужно свою энергию направлять друг на друга и и давайте-ка я добавлю что рыцарь жезлов он еще предупреждает вот о возможных импульсивных действиях да и вот в эту резюмацию я добавлю что важно находить баланс между страстью и разумом чтобы не сделать необдуманных шагов то есть ваши отношения будут требовать внимания и работы чтобы сохранить гармонию стабильность и вот самое главное чтобы вот эту импульсивную энергию вы кидали в отношения в работу над отношениями не куда-то там потому что вот этот импульс если вы как говорится бросите в негатив то это будут вот предупреждаю это важно то это будут будущие отношения где яркие плохие ругачки с битьем посуды они вот это что я сказал то есть я еще раз повторю мои расклады для тех кто умеет думать кто готов работать над собой над отношениями если ты негативный человек то по рыцарю жезлов будущее ваших отношений это ругачки импульсивные с битьем посуды и ничего хорошего я для тех кто умеет думать вот такой у нас был сегодня расклад подписывайтесь на канал и обязательно оставляйте комментарии потому что я читаю комментарии а вы мне ничего не пишите и соответственно я не знаю куда мне двигаться и стоит ли вообще снимать все с вами был дед и помните какие бы у вас не были отношения дед всегда рядом и вы меня всегда можете найти здесь